Вероника, конечно, мы помним и знаем, что Валаам очень дорог сердцу святейшего патриарха Кирилла, и каждый год, при любой возможности, предстоятель церкви старается посетить в дни празднования памяти святых Сергия Германа Валаамских этот архипелаг. И сейчас мы беседуем с монахом Марком, руководителем Духовно-просветительского центра «Свет Валаама». Отец Марк, расскажите все-таки о святых Сергии Германе Валаамских. О них, причем ведь не так много известно свидетельств, это же древняя история. И, кстати, где находятся их мощи? Вот сверху есть икона, есть плита, но ведь они до сих пор находятся где-то под спудом, под собором. Да, вы правы. Рака над мощами святых только обозначает это место, там, где они находятся, а сами мощи находятся под спудом, под фундаментом собора. И это засвидетельствовано даже, собственно, врагами православной веры, когда два раза монастырь разорялся, мощи перевозились в Новгород. Но вот на третий раз, в 17 веке, когда практически на сто лет, монастырь лежал в руинах, и храмы были сожжены шведами, лютеранами. И даже те, кто монастырь разорил, над местом, где захоронены были преподобные, сами шведы построили часовинку и почитали их память. А почему так произошло? Я так слышал ведь историю, что шведы неспроста не стали разрушать. Есть предание, что они пытались поднять эту плиту, которой были укрыты мощи, и из-под плиты вышел огонь. Поэтому они все поняли и даже почтили их память часовинкой. Святые Сергий и Герман, вот сюда приезжают действительно, я бы сказал, реально со всего мира. И паломники, и туристы. Отмечены какие-то случаи помощи святых Сергия и Германа в наше время даже? Да, вы знаете, да. Это неоднократно засвидетельствовано и даже братьями, в том числе те, кто сейчас подвизается в монашестве нашей обители. Самое главное наше чудо – это чудо веры. И далеко не в каждой семье есть единомыслие, есть родственники и дети, и родители, и супруги, которые не разделяют вашей веры, может быть, даже как-то свысока смотрят на церковь. И вот эти обращения к преподобному Сергию и Герману, они неоднократно увенчались успехом. Мы знаем такие истории, когда ни с того ни с сего человек менял свои отношения, начинал воцарговляться, начинал читать Писания и Святых Отцов. И это ни одна, ни две, ни три таких истории. Поэтому вот это чудо веры, оно открывается людям иногда вот так при помощи наших преподобных. Благодарим вас. С нами как раз беседовал монах Марк, руководитель Духовно-просветительского центра «Свет Валаама». И в заключение могу, Вероника, сказать, что мне самому остров Валаам очень дорог, потому что меня родители, моряки привезли сюда впервые еще лет 35 назад, в 80-х годах, и потом уже в юности, в студенчестве. Я каждое лето, работая на теплоходе, тоже по нескольку раз все лето посещал остров Валаам. А завтра святейший патриарх Кирилл возглавит литургию в Спасо-Преображенском соборе, уже в Верхнем храме. И об этом, я думаю, мы тоже постараемся вам и рассказать, и показать. Спасибо. Спасибо огромное. Будем очень ждать. Мне особенно приятно было смотреть сегодня твой материал, потому что сама несколько дней назад побывала на Валааме впервые, и сбылась таким образом мечта моей жизни. В общем, спасибо большое, Александр Егорцев, наш специальный корреспондент, был на прямой связи со студией, и оператор Дмитрий Борисов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова